САМИР 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 САМИР, посмотри, сколько прикольных машин. Да, если чего выбрать. И что? Какую мы сегодня выберем для тест-драйва? Давай эту. Эту? Ну давай. Пришла моя очередь порулить, так что поехали. Вот мы выехали за город. Тут по городу я прокатилась немного, но мне понравилось, очень удобно. Видно далеко. Что хочу сказать, что я заметила, да, у нее сейчас вот новая система, встроена Bluetooth. Чем удобно, тем, что не надо телефон держать в руках. Это у нас в Молдове наказывается штрафом, поэтому благодаря системе Bluetooth сэкономите себе пару денег. Сейчас мы выезжаем на обгон. Очень хорошо машина идет в гор, никаких проблем, то есть легко, непринужденно. Шумоизоляция. Хорошая мотор, даже если он дизель, сказать, что его слышно. Ну так, чуть-чуть. Зато приятно, слышишь мотор. Понимаешь, заведена машина или нет. Ну что, Лена, как ощущения от управляемости? Ты знаешь, Семир, мне нравится. Она очень послушная, да, и вот такие огромные габариты. Ведь вы все знаете, что Volvo XC90 это полноценный семиместный автомобиль. Но машина слушается. Яма, она проходит очень плавно, их практически не чувствуешь. И это все благодаря подвеске. Плюс еще на ней можно не бояться бордюров, потому что очень высокий клиренс. Кстати, Семир, а вот ты, наверное, первый раз в жизни сидишь сзади. Как тебе там? Много сидел на заднем сиденье, но именно вот здесь впечатление неплохое, потому что в таком типе машины, как мы едем, у них обычно центр тяжести всегда высокий, и задние пассажиры более страдают, чем передние. Болтаются. Всегда больше болтают, да. Но здесь вроде пока еще головой не достал ни до крыши, ничего. Так что вполне приятное, комфортное передвижение. Мы приехали, и теперь, Семир, твоя очередь попробовать эту машину. В более экстремальных условиях, да? Ну да. Ну давай. Ну что, пока Семир расставляет конусы, я расскажу чуть-чуть об интерьере данного автомобиля. Вот пока я ехала, заметила, что диаметр руля очень удобный для вождения, плюс еще он изготовлен из натурального дерева и из ореха. Посадка очень удобная. Автомобиль, который мы вот сейчас взяли для тест-драйва, оснащен кожаным салоном, но прошу заметить, что цена не отличается. То есть, приобретая такой автомобиль, вы можете решить, вы хотите кожаный салон или обивка из ткани. То есть, в цене нету разницы. Опять же, автомобиль оснащен электроприводом передних сидений с памятью. О торпеде могу сказать, что она выполнена из очень качественных материалов. Кнопки очень большие, что радует. Попасть по ним очень удобно. И даже если ты новичок, ну, примерно за 5 минут ты поймешь, что, где находится, потому что очень все и внятно, и правильно нарисовано. А также в комплектацию данного автомобиля входит раздельный климат-контроль, сигнализация Volvo Guard, круиз-контроль, подогрев передних сидений, сенсор дождя, аудиосистема Premium Sound, 12 колонок, задний парктроник и активные бексиноновые фары. Спешу обрадовать тех, у кого есть маленькие детки, что автомобиль оснащен встроенным детским сидением. То есть, его не надо покупать. Плюс ко всему, подлокотник снимается, и сиденье отодвигается вперед, и вот очень удобно смотреть за своим ребенком. Вы только посмотрите, сколько места в этой машине здесь помещается. Ну, все. Пришло время для первого тест-драйва. Змейка. Ну что, Самир, как тебе впечатление? Неплохо, знаешь, для такой высокой машины вполне достаточная управляемость. Даже принять во внимание то, что включена система курсовой устойчивости, но она не вмешивается очень нагло в движение. Да, она помогает, да, но не так, как в каких-то других машинах. Я со стороны смотрела, машина так кренится довольно-таки серьезно, как в машине, в салоне, как ощущения? Ну, в салоне водителю всегда легче, потому что он держится за руль, да, вот пассажирам более проблематичнее. Но кренится, потому что высокие хода подвески, это все-таки кроссовер, он немножко не для таких приключений. Да, но вполне нормально, вполне нормально. Да, и следующее, что мы попробуем? Лосиный тест попробуем. О, давай, посмотрим, как она. Или переставка он называется. Ну, давай посмотрим. Лосиный тест звучит прикольнее. Ну, а рассказывай, впечатления, лосиный тест был? Ну, это немножко было такое подобие лосиного теста, он не абсолютно такой, как он должен быть, но тем не менее. Ну, какие впечатления? Опять же, неплохо. Неплохо, в том смысле, что я попробовал проехать несколько раз с включенной системой курсовой устойчивости. Да. Она вмешивается, конечно, в... Ну, естественно, она для этого и есть. Вольтение, да. Но, ты знаешь, она вмешивается очень деликатно, именно в тот момент, когда она нужна. Угу. Потом проехал с выключенной системой. Да, заметно было, кстати. Она тоже не дает тебе полной, стопроцентной свободы. Ну, да, они же не отключаются полностью. Но включается она, конечно, заметно позже. Это очень будет хорошо для вождения по снегу, по... Да, да, да. По льду. По льду и так далее. И особенно, конечно, для женщин и каких-то, может быть, малоопытных водителей. Ну, то есть, любой новичок сядет за руль этой машины и справится. Я думаю, да. То есть, не застрянет нигде. Да, в управлении она очень легкая. Давай посмотрим, что она умеет на бездорожье. Ну, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, мне, в принципе, опять понравилось. Могу сказать, система здесь не такая, какая-то ультра-современная, но зато она простая и надежная. Когда машина движется просто по асфальту, у нее работает 95% мощности, передается на передние колеса и остальное назад. Стоит какому-то переднему или заднему колесу пробуксовать, система тут же подключается жестко и передает усилие на 50 на колеса на передние и на задние. Этого, в принципе, я считаю, что вполне достаточно для преодоления вот такого, какого-то косогора или какой-то ямки. Конечно, там броды каменные, какие-то завалы. Эта машина, может быть, и проедет, но с трудом. Но то, что мы сейчас попробовали, это, мне кажется, вполне достаточно. Это наглядно показывает, что эта машина все-таки и внедорожная тоже. Мы не только провели тест-драйв по бездорожью, но еще и посмотрели, как справится автомобиль с диагональным вывешиванием. И что могу сказать? Он справился просто замечательно с поставленной задачей. Как тебе автомобиль, Самир? В целом понравился. Даже если он не претендует на что-то экстраординарное, то автомобиль для передвижения по городу, по мелкому бездорожью, это прекрасная машина. Главное, на что стоит обратить внимание, что данный автомобиль в такой комплектации стоит чуть меньше 40 тысяч евро. И это после увеличения акцизов на автомобиле с двигателем свыше 2,5 литров. Вот так вот.